Привет-привет, это я, Антон Бустер, и это третий урок нашего мини-курса совместного с Егором Панковским, где мы попытались в рамках трех занятий вам рассказать немножечко, что такое саунд-дизайн, вообще, что такое пост-обработка, как работать в кино, какие у меня подходы в конкретных задачах, ну и вот этот урок посвящен непосредственно работе с коммерческим видео. А конкретно, когда видеомейкер или мошен-дизайнер присылает тебе видео, но без конкретного ТЗ. И тут в силу вступают все наши с тобой навыки продюсерства, да, или, скажем так, саунд-дизайнерского видения, опыта, который ты уже получил до этого. И здесь главная задача быть оригинальным, сделать крутой микс и вообще в целом попытаться передать настроение. Но в этом уроке мы еще непосредственно поработали с голосом и сделали финальный, скажем так, микс. Ну, в общем, что рассказывать, ты все это увидишь и так. А вообще, если интересны тебе такие же работы от нуля до доведения, скажем так, результата, потому что у меня таких проектов накопилось много, как и с кино, так и с ТВ какой-то рекламы, и игровой индустрии, и такими подобными разборами я делюсь на Boosty, вот. Это последний урок курса по саунд-дизайну, а значит, ссылка на авторский пак звуков от Антона в описании. Это огромная и сделанная вручную библиотека сэмплов, который вы можете использовать в любых проектах. Внимание, внимание. Оптимус Прайм. Эй, Кроша, чего ты здесь делаешь? Знаете, быть фрилансером в эру Киберпанка та еще задачка. Знаете, быть фрилансером в эру Киберпанка та еще задачка. Эй, Кроша, чего ты здесь делаешь? Вот, соответственно, есть такой звучок, и он собран из нескольких звучков. Опять же, к вопросу о саунд-дизайне. Вот есть наша козу, козу растянутая, да, козу инструмент такой оранжевый. Вот он, да, значится, да, с эффектами накинутыми. Потом, значится, перевернутая тарелочка. Это у нас, соответственно, но... Вот такой обработанный, значится... Вот этот вот эффект... А если вот так вот послушать его... Это наша бочка из канистры, которая, соответственно, с определенной последовательной обработкой получает вот такой вот звук. Такой вот синематик, что-то отдаленное такое... Точечка такая, знаете ли. Я ее взял, сделал ресэмплинг и перевернул. И получил вот такой вот эффект. А здесь исключительно компрессор тока и ривер. Круто, круто. Всего лишь удар рукой в бочку. Так. Это она же. Для импакта, скажем так. Это удар у нас, соответственно, но... Тоже в нее. А это обработанная тоже она. Вот. Вот такие вот пироги. Друзья, в ближайшее время мы запускаем созвоны с экспертами. И это будут крутые коллаборации, где мы будем в рамках одного, скажем так, часа освещать интересные вопросы, темы раскрывать, да, связанные с звуковой индустрией. И поэтому я попрошу вас поддержать нас, подписаться на наш Дискорд-канал, подписаться на мой Телеграм, чтобы знать, когда это все будет происходить. И участвовать активно и развиваться вместе с нами. Все, продолжай смотреть. Сейчас я предлагаю сделать, как и рассказывал для начала, весь Ambience. Все сценки, где у нас содержат какие-то город. В данном случае я не буду бегать с рекордером, записывать там атмосферы города разные. Это займет очень много времени, поэтому мы воспользуемся такой прекрасной программой, как Soundly. Таких менеджеров библиотечных полно, разных там, Splice, как-то там еще. Ambient City, давайте сейчас посмотрим, что вылезет. Сразу посмотрим, где там, что у нас еще есть по городам. Так, раскидали, поехали дальше. Ну, кстати, прикольный вот этот. А вот на этот кадр можно добавить, соответственно, такую сырую улицу. Runtone. Добавляем Runtone. Помогает озвучить, оживить комнату, помещение. Здесь я оставил специально, чтобы, соответственно, сделать катфильтр, как будто есть окно. Это будет... Так. Так, у нас здесь он бежит на беговой дорожке. Сразу можно сделать... Делать фоули, добавлять новые дорожки, соответственно. Ну, пока делал Ambient, сразу в голове какая-то картинка и по звукам, ключевым моментам, и по музыке появилась. Давайте послушаем, что получилось. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Из интересных моментов, то есть по Ambient вот здесь сразу такой небольшой саунд-дизайн, просто катфильтром сделали вот этот переход. Поехали. Давайте сначала вот это все запакуем в отдельную папочку, сумму. Назовем ее Ambient. Знаете, быть фрилансером в эру Киберпанка та еще задачка. За заказами приходится буквально охотиться. Так, следующий этап. Мы расставляем, соответственно, акцентные вот эти моменты, лепим из того, что у нас есть, да, то есть наши звуки. Не страшно работать также с библиотеками. Тут, ребят, как у вас фантазия работает и ваши навыки позволяют. Для видеомейкеров, конечно, проще всего работать с библиотеками, бегать с рекордером. Я думаю, это только под конкретный какой-то сложный, крутой проект, да, значимый для вас. Вот. Из наших фактур, что нам понадобилось сейчас на данном этапе, да, проект еще в процессе, грубо говоря, в онлайне с вами делаю. Вот. Нам понадобилось вот на старте у нас погружение, да, мне показалось, что интересно было бы как раз поработать с нойзами всякими, там, с сабами, да, и сделать вот такие две фактурки. Сделал. Кнопочки. К вопросу о гаджетах у саунд-дизайнеров. Вот есть такие крутые штуки, называемые FM-генераторы, которые снимают нойз и всякие помехи с электроприборов. то есть он снимает волну. Вот такие звуки могут получаться. Слушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Я его, соответственно, скомпрессировал, сделал стерео, расширил, да, питч, чуть эквалайзера и ванкнуб, такой пампер, он создает пульсацию. Кто пишет музыку, знает, что это. Получился такой легенький нойзовый транзишн. Интересненький, да? Все звуки, ребят, напоминаю, будут ниже в описании под видео. Не забудьте обязательно подписаться в знак благодарности на мой канал, на канал Егора, если не подписаны. Я буду вам очень признателен. Так, вторая фактура у нас вот такая. Тоже нойз, но, соответственно, я его обработал уже немножко иначе. Здесь у нас также компрессор от Big Bundle Green Pitch. Это питчевая обработка Space Designer, да? Это такой дилейчик космический с варпид эффектами. Вот. И чуть-чуть к лазеру. И получается у нас дрон-фактура такая, дрон-саунд. погружение есть, есть, класс. Так, здесь у нас соответственно фаули. Фаули, переходящий в замедленный такой эффект. очень крутой способ саунд-дизайн это тянуть, растягивать, варпить, можно как угодно называть, работать, скажем так, с таймингом. То есть любой звук можно сжать, растянуть и получить совершенно уникальный новый саунд. По фаули тут особо показать нечего. да, наши с вами переходики, импакты, синематики там. Записанные наши звуки превратились в интересные фактуры, в интересные слои. Вот опять же наш нойс. Такой гличевый. Такой глубокий просто акцентик. Вот. Таких акцентов я раскидал немножечко там в разных моментах. Главное работать с синхроном. Это основное правило. У меня тут сдвинулось немножко, потому что опять же повторюсь, менял темп. Короче, можно, ребята, вооружиться рекордером, а можно взять любой телефон, айфон, очень хорошо пишет звук. Если вам понадобится к примеру, резко записать звук, но под рукой не будет микрофона либо рекордера. Поэтому пользуйтесь советом, очень крутая тема. Кстати, вот пример. Я писал барабаны на айфон, и посмотрите, какой звук получился. Вот эти все разики снимать, как они будут в паке звуков в этом. Так, но это отдельные вот эти моментики, просто я вам показываю, сейчас будем дальше с ними работать, но смотрите, в процессе, когда мы работаем над проектом, у нас, как у естественно креативных людей, мы анализируем и видим сразу, где нам что добавить, где нам что убавить, и в данном случае я стараюсь работать с голосом, то есть с голосом и в параллель с визуалом анализируя, понимаю, где нужно сделать какие-то усиления, где нужно сделать наоборот какие-то ямки. Это в контексте, в пачке, когда работает вот с визуалом каждое из слоев, скажем так, да, у нас есть там музыка, который моментами усиливается, моментами ослабевает или затихает, голос, который также эмоции какие-то передает. В данном случае анализирую, я понимаю, что у нас здесь старт, это разгон такой, да, то есть погружение в сценарий, скажем так, что происходит. То есть на мой взгляд, с точки зрения развития видео и в целом по звуку, да, здесь должен быть разгон, проект такой достаточно гличевый, динамический, тематика киберпанка, то соответственно и музло мы сразу понимаем, анализируем, что должен быть какой-то синтвейв, какая-то что-то такое. По звуку все понятно, мы сделали основу, скажем так, да, с которой мы можем уже работать. дальше дальше мы уже эффектами усилим все вот эти моменты ключевые, да. Что мы делаем? Мы накидываем, к примеру, какой-нибудь синт, я тут накидал всяких разных уже, так, чисто, для поиска, но сейчас будем импровизировать вместе с вами. Мы накидываем, к примеру, Артурию нашу, у меня есть синт, вот такой. это миди клавиатура, но такая типа крутая в плане того, что они делают много аналогового такого эмуляции, аналоговые, различные пресеты здесь есть. Этого стшка идет в комплекте с как раз миди, и здесь очень много различных всяких штук. Так, но для того, чтобы нам написать вот этот разгон, нам нужно понять вообще, какой характер. Это что-то синтвое, значит, берем синт. По стилистике это у нас арпеджиратор какой-то, то есть должен быть пульс. И сейчас сразу накидываем, да, и слушаем, что вообще есть у нас здесь. вот, супер, сделали стоп тайм, он здесь прям напрашивается, бам, и потом через время ту-ду-ду-ду-ду-ду. Вот. И теперь послушаем, как это будет. Можно сразу посмотреть, как это выглядит. Вот наша автоматизация прорисовалась. Если ты хочешь дальше развиваться вместе с нами, делать такие же крутые, интересные проекты, получать обучающий материал, ну и вообще в целом развиваться в звуковой индустрии, для вас я сделал Boosty. Это подписчики, которые ценят труд и стараются поддерживать подобных контент-мейкеров. Ну и в целом есть, конечно же, куча материала подобного бэкстейджа, разбора проектов, который иногда просто лежит мертвым грузом, и этим хочется делиться, но делиться с теми, кто это ценит вообще. Так что подписывайся на мою Boosty, будет ссылочка в описании. Там уже есть мастер-класс закрытый и 10 советов, как работать с проектами и вообще вести порядок. Поэтому жду тебя там, буду рад подписке. Еще очень полезная штука, которая поможет вам быстро и, скажем так, безболезненно написать стилизованный трек под ваши видео, это такая штука, прикольная, которую я юзаю, она по подписке Arcade Loop. Тут дофига всяких разных библиотек, скажем так, паков, лупов, сэмплов и есть стилизованные разные, то есть, ну, вообще все, что хочешь, войсы, биты и так далее. И они под стиль какой-то, да, вот есть прикольный такой Zero Hour, Hour, здесь много таких всяких синтовых приколюх, вот, и здесь и биты есть, вот здесь я нашел прикольный такой биток, который будет как раз раскачивать дальше нашу историю, неплохо. так, мы пока раскидываем просто черновую историю, чтобы понять картину. у нас в любом случае всегда все как ком, нарастающий идет, да, наша задача не сделать максимально все, что мы умеем, а постараться сделать лаконично, все в меру и лучше что-то добавить, чем перенасытить, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok в общем, ничего такого сверхъестественного. Каждый может написать такой трек. Это, в принципе, основа, такая база. Есть бит с помощью Arcade Duck, про который рассказал, написан. Потом есть основной синт наш, который мы написали просто в аналоге нашем Артуре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я уже вот эти дорожки скрыл, то, что было в продакшене, и вывел, соответственно, отдельно, что мне нужно. То есть, дорожку музыки, местами я послушал, что-то усилил, сумма голоса, где какие-то бэки, про голос отдельно еще поговорим. вот, так, и, соответственно, отдельно выведены SFX-ы. Так, если развернуть, получается, две наши дорожки, две, точнее, суммы, где у нас вся музыка, да, вот, я все писал в миди, потом, соответственно, перевел это все, вавки, получились отдельные вот такие дорожки, две. Да, то есть, ну, в совокупе это все звучит, конечно, интереснее. Так, что касается, ребят, голоса, про голос тоже часто спрашивают, тут никакой магии нет, это элементарная обработка, вот, знаете, быть фрилансером в эру киберпанка та еще задачка. То есть, вот мой отдельно голос, да, моя дорожка. Буквально охотиться, бегаешь за заказчиками, следишь, устраняешь конкурентов. Кстати, если ты классный специалист, охота на... Да, то есть, вот так это звучит, я пользуюсь, соответственно, здесь обработкой двумя плагинами, это нектар изотоп, у них есть вот такие вайсоверские пресеты, которые подходят очень не для коммерции, часто я использую его, вот, и, в общем-то, обычный питч на 3 полутона. Классный специалист, охота начинается уже и на тебя. Круговорот лисицы, кроликов, нули единиц, короче, постоянный напряг. еще компрессор, чуть-чуть эквализации, что-то там вытянул, airbox, который тоже вытягивает, и работа по верхам с мультибенд компрессией. Вот и вся обработка. Субтитры создавал DimaTorzok, такой саунд получился, в принципе, здесь ничего лишнего, главное не перегружать. Знаете, быть фрилансером в Эру Киберпанке та еще задачка. За заказами приходится буквально охотиться. Бегаешь за заказчиками, следишь, устаняешь конкурентов. Кстати, если ты классный специалист, охота начинается уже и на тебя. Круговорот лисицы, кроликов, нули единиц, короче, постоянный напряг. А в лице еще на паках находится под наблюдением. Материалы для работы принадлежат корпорациям, как и все в сети. А результат нужен уже к пятнице. Изволь купить ассеты за свои кровные. Я отдал глаз за набор переходов в прошлом месяце, но ищущий всегда найдет. Ходят слухи о группе креторов, которые распространяют бесплатные знания ассеты для свободных видеомейкеров. Естественно, все эти данные распространяются нелегально. А ранеры вне закона. Ходят слухи, а новинки парк с ним прогресса дизайна. За него стоит рискнуть, это точно. Нас раскрыли, беги. И пусть это может стоить нам жизни. Ссылку на парк мы оставим в описании. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова